К сожалению, 12 декабря я не смог попасть. Желающих задать вам какие-то определенные вопросы на единый день приема граждан было достаточно много. В пользуясь случаем, в пользуясь этим интересным проектом, я решил задать три системных вопроса. Вопросы касаются земельных участков, а именно поселки Альгешево, поселки Сосновка и вопрос третий касался коммунальных технологий. Начну с поселка Альгешево. Есть там такие улицы, южные, 1, 2, 3, 4 и так далее. Переписка, вот смотрите, принес переписку с администрацией города, здесь сидит ежесними. Вопрос касается такого. Еще в 50-е, 60-е годы собственники, не собственники, жители Чувашской республики приезжали в город и самостоятельно обустраивались определенные территории. На машинах, на тачках завозили, обустраивали овраги и так далее. Сейчас, после 90-го года, каким-то образом земельные участки стали ставить самостоятельно, без учета мнений граждан, на кадастровый учет. И в связи с постановкой на кадастровый учет возникли определенные коллизии. Сперва их привлекают к административной ответственности по 5 тысяч рублей каждого собственника, а потом собственникам приходится бегать по администрациям, по кадастрам, по Росреестрам и доказывать, что они не верблюды. Что вот эти одну-две сотки, две сотки, они распоряжались этими имуществами по своему усмотрению в течение длительного периода. Сейчас получается, после переписки с администрацией города, мы выстраиваем определенную цепочку. Делаем схемы распределения земель на участок и земель общего пользования. Сказали, ладно, сделали схему, заплатили 7 тысяч рублей. Потом оказывается, схемы недостаточно, достаточно еще производить разработку проекта межевания территории в отношении смертных элементов. У нас там всего 6 домов, а чтобы провести проект межевания территории, надо размежевать земли общего пользования. А земли общего пользования, это фактически весь южный поселок и Ольгеша в том числе. И цена вопроса на две сотки получается 150 тысяч рублей. Получается, это даже больше, чем рыночная стоимость этих двух соток земли. Ответы кто? Ответы кто? Ответы кто? Вот управление архитектуры. С вами Мамуткин, вот стоит ответ. А можно, что можно ответить? Ага. Нет, они все ссылаются на градостроительные кодексы и в том числе. Но есть же практика, я не знаю, я понимаю. И второй вопрос, тоже специфически, системно и касается поселка Сосновка. В свое время это была зона затопления, так называемая. И дома, и земельные участки, на которых стоят эти дома, не давали возможности, так называемую, регистрировать право и, грубо говоря, обывательским языком приватизировать. Сейчас практика немножко поменялась. Эти земельные участки стали не зоны затопления, а зоны подтопления. И сейчас людям приходится, опять же, благодаря БТИ, которые каким-то образом эти строения на этих земельных участках признали самовольными постройками. И все, все. И сейчас ни один суд и так далее не даст нам возможность зарегистрировать право. С 50-х, 60-х годов люди там проживали, пользовались и так далее. Вот хотелось бы, какая-то цепочка взаимосвязь выстроилась. Третий вопрос касается коммунальной технологии. Я приготовил обращение. Это грабительская организация, когда этого господина Крюкова вместе с Абдониной, я не знаю, привлекут к уголовной ответственности. Я лично господину Яскину отправил обращение, заявление о привлечении к уголовной ответственности. Мне сегодня прокурор Московского района, ну, такой вот, это цель беседы, сказал, что, возможно, уже будет инициирование привлечения к уголовной ответственности. Целый многоквартирный дом посадили к Плинтусу в ТСЖ «Шанс». Миллион двести дополнительно выставили за отопление, благодаря тому, что представители коммунальной технологии, пользуясь монопольным доступом к прибору учета, покрутили и увеличили коэффициент аппроксимации. Это фактически входящий один куб горячей воды на выходе получался в два куба воды. Вот я целое обращение приготовил. Хотел бы... Вот, все. Спасибо. Я вопрос задам следующее. Вот обращение по ТСЖ «Шанс». Нет, не по земле. Я вопрос задам. Смотрите, есть счетчик электрический, да? У него технически есть определенные параметры. У коммунальных специальностей коммунальной технологии есть монопольный доступ к регулировке приборов учета. Они, где должны быть 0,05, сделали 14, представляете? Да, и на выходе в ходе 1, получается 2. И выставляют. Это специальное здание, это крамп новомученика профессии, а с другой стороны будут карандаши. Но если он финансов не позволяет, можно сделать хотя бы макеты кисти Натарда Мичи или Пикассо, но не карандаши же. Вот такой у меня вопрос. У нас, у вас, безважение, для ценностей, для ценностей, для ценностей.